Я без тебя больше не могу, ни минуту. Попал ты, братан, по полной походу. Ты на меня странно смотришь, шутки мои не воспринимаешь, вещи пропадают. Вам нужно расставаться. Я тут в передаче в одной вилле, как порчу снять можно. Девушка, извините, хотел спросить. Я редко бываю в парках, а собака – это отличный повод прогуляться. Не должите своего четвероногого друга на время. Я заплачу. Извините, но я друзей не одалживаю, тем более за деньги. Но если вам нужна компания, то мы с Гушей не против, чтобы вы к нам присоединились. А Гуша точно не против моей компании? Она не ревнивая? Нет, у меня Гуша очень добрая и всегда не против хорошей компании. Так, значит, я хорошая компания? Звучит многообещающе. А вы не против, если я присоединюсь к вам завтра или послезавтра? Нет, не против. Мы гуляем здесь каждый день. Меня зовут Михаил для друзей Миши. А меня Маша. О, с Гушей вы уже знакомы. Надеюсь, я не сделал вам предложение, от которого вы не можете отказаться. Иначе я буду чувствовать себя очень неловко. А вы часто, знакомые с девушками, используете афоризмы из любимых фильмов? Вы смотрели «Крестного отца»? А это что, так странно? Маша, вы меня поражаете. Знакомые мне девушки не смотрят такие фильмы. А вы согласитесь со мной сходить в кино? Да, я с удовольствием. Я как раз так давно не была в кино. Для мужчины, если он подходит к девушке, чего он больше всего боится, то, что она ему откажет. Маша Зуевой, 25. Озорная и веселая, в меру самостоятельная девушка. Она три года назад закончила университет и устроилась на хорошую работу. Все у нее хорошо. Вот только с личной жизнью пока не сложилось. Хотя она вовсе не против встретить свое личное счастье. Почему бы и нет? Не сказать, что она прибегает к знакомствам на улице, но Миша ей понравился с первого взгляда. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, Миша. Предлагаю перейти на «ты». Давай. Пойдем в кино? Пойдем. А что смотреть будем? Ммм, а как ты думаешь, доверься интуиции? Ну, может быть, какой-нибудь боевичок с неожиданной развязкой. Точно. Яблочки. Люблю фильмы, там, где есть над чем подумать. Я тоже. Можно вопрос? Конечно. Слушай, какую музыку ты любишь слушать? Ну, вообще, поп-исполнителей. Ну, по настроению. Ммм, я тоже. А какую ты сейчас слушаешь? Слушай, а ты детей любишь? Обожаю. Такого не бывает. Я своим клиентам рекомендую узнавать как можно больше на первом свидании, чтобы не тратить впоследствии на это время. Спросить про цели, ценности, про увлечения. Как человек любит проводить свободное время, активно или более пассивно. Как он себя представляет через 5-10 лет в своей будущей жизни. Готов ли ты к созданию семьи? Хочешь ли ты детей? Можно и нужно спрашивать как можно больше. К своим 27 годам Михаил Глотов успел немало. Собственный бизнес построил, квартиру приобрел. Вот только в последнее время осознал свое одиночество. И пусть все его друзья холостяки и ничуть не стесняются этого, но Михаил решил, что как только встретит умную, красивую девушку, вкусы и взгляды, которые сойдутся с его, сразу женится. Маша, проходи. Привет, Миш. Давай мне свою коп. Ты? До сих пор не могу поверить, как я согласилась на такую авантюру. Моя-то квартирка тоже неплохая, да я к ней уже привыкла. Машенька, я без тебя больше не могу ни минуту. Да к тому же, твоя квартира съемная. Это своя, наша теперь. А ты точно в этом уверен? Все как-то так быстро произошло, и я до сих пор не могу привыкнуть, что мы с тобой вместе. Маша, для меня это тоже пример. До этого жил здесь один, а теперь готов делить с тобой все. Телевизор, ванну и даже компьютер. Ого, а ты готов, что твои ванные полочки могут ломиться от моих кремов, ватных дисков, косметиков? Магуша очень любит спать на диване, да и вообще шерсть никто не отменял. Твой друг, мой друг. Миша, я даже не думала, что к времену встречу такого человека, который может меня принять такой, какая я есть, без косметики, с кругами под глазами. Маша, ты очень красивая. В любое время суток и в любом виде. Рядом с тобой и сейчас. Для кого-то штамп является как, ну, теперь ты мой или ты моя, ты от меня уже никуда не денешься, да. И люди начинают вести себя по-другому. Но если отношения искренние, настоящие, если есть в них близость и глубина, то это действительно как шаг на пути к тому, чтобы люди как-то оформили свои отношения и женились. Наших друганов взглядом исходят, не только в работе. Слушай, здесь другая ситуация. Да я так просто подошел, сделал комплимент. Она симпатичная и слово за слово все это закрутилось. Да, попал ты, братан. По полной походу. Окрутила себе это. Какие? Маши, не окрутила. Здесь все серьезно. Если честно, я всегда хотел семью и с головой выбирал. Семью? Ты себя слышишь, Миш? Так долго держаться, чтобы вот так попасться на женские штучки. Дурак ты, Костян. Ты сам-то хоть раз любил? Я? Любил. И даже съезжался с серьезными намерениями. И знаешь, чем это заканчивалось? Чем? Да ничем. Проходит месяц-два, а потом женщина начинает заявлять на себя права. То не делай, туда не ходи. Голова начинает болеть в самый неподходящий момент. Маша не такая. Знаешь, когда знакомишься с девушкой, видишь, что что-то не так в ней. А здесь все окей. Мы как одно целое. Все. Попал, друг. Слушай, ну доверься опытному человеку. Лучший вариант – это девчонка-одоночка. Ночью хорошо, на утро разбежались. Какие минусы? Плюс. Дурак ты, Костя. Да что тебе дали эти одоночки? Мне хватает, знаешь. А мне мало. Я никогда столько с девушкой не разговариваю. И тема у нас не заканчивается. И мнение мое уважает. А чувствую, Мар, вообще молчу. Знаешь, ты в подметки не годишься. А вот сейчас обидно, знаешь. Вот прозреешь, тогда и поговорим. Ты сейчас не в адеквате. У них разные интересы, у них разные взгляды на отношения с девушками. И что? Для одного нет цели создавать семью, для другого есть. Но если человек не очень уверен, не очень стабилен, скажем, в своих каких-то жизненных ориентациях, то он может, конечно, поддастся на вот такое беззаботное, развлекательное времяпрепровождение и как-то потерять свои цели и ценности в жизни. Маш, ты дома? Да, Миш, привет. Ты голодный? Как волк. На что есть? Ой, слушай, я люблю готовить такие блюда, которые можно сделать за 20 минут, но это очень вкусно. Попробуй. Прям итальянский ресторанчик. Ой, да ладно тебе. Слушай, Маш, я мечтаю отвезти нас в Рим и сходить в место ресторанчик недалеко от Колизея. Ты что, хочешь устроить мне римские каникулы? Очень хочу. Здорово. Ну, ты же знаешь, что мы просто так в номере сидеть не будем, мы будем все злачные места города. И к тому же, нам не придется ни в чем себе отказывать. Мне повысили зарплату, ты переносишь мне удачу. Так, значит, я твой талисман. Так, пора меня, знаешь, уже в янтарь или о грудь. И раз у нас такие новости. Итальянский ужин. Я предлагаю открыть бутылочку вина. О, я как раз ее принесу. Давай-давай. Когда мы влюбляемся или кого-то любим, то это дает нам особое состояние, которое можно реализовывать в работе, в спорте, в хобби. Мы вдохновляемся. А если девушка вдохновляет мужчину, это прекрасно. Она дает ему ресурсы, она дает ему энергию. Ой, 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 ой. Извините, могу вам помочь? Я режу тяжелые сумки. Могу я помочь принести? Ой, сыночек, откуда ж ты такой взялся? Пока в магазине тележку возила, так все нормально было. Не рассчитала, а теперь мешки до дома самой придется в руках нести. Так я вижу, они вас в земле клонят. Ой, спасибо, сыночек. Здоровья тебе. И счастья много-премного. А зовут-то тебя как? Не Тимуром? Был в советское время такой Тимур и его команда. Да нет, Миша, и без команды. Ой, хорошее какое имя, правильное, как у Архангела. И вижу, весь светится изнутри, улыбаешься. Люди теперь такие же злые стали. Ну чего грустить-то, бабуля? В жизни все хорошо, дела неплохо. Ой, да я вижу, вижу, что все у тебя хорошо. Прям белая какая-то полоса. И деньгами тебя на работе не обижают. И все в горло у тебя. Вот только вопрос. Какой вопрос? Ой, девушка у тебя есть сейчас. Так порченая она. На бедняжку кто-то порчу навел. И все. Вам нужно расставаться, чтобы у тебя все было в порядке. А иначе ее беда на тебя перекинется. Тогда пиши, пропал. Ну как же так? У нас все хорошо. Я в порчу не верю. Ну, тут уж как хочешь. Хочешь, верь. Хочешь, не верь. Что вижу, что знаю, то и говорю. Ну, спасибо, милок. Спасибо, дорогой. Помог мне. Я передохнула. А теперь дальше уже сама докачусь. Потихоньку. Со стороны бабушки это очень агрессивное нарушение границ другого человека. Вот с точки зрения психологии. То есть она разрешает себе что-то там прогнозировать, давать какие-то советы. Очень так жестко и безапелляционно влезать в жизнь постороннего взрослого человека. Порчу заверсту видно. О, Миш, слушай, я такую классную песню нашла. Ты чай будешь? Я как раз хотела тебе дать ее послушать. Угу. Что? Какой чай будешь? У меня уже кто-то порчу навел. Миш, проблемы на работе? На тебе лица совсем нет. Что случилось? Все нормально. Я буду черный чай. Ладно. Ну, знаешь, такое чувство, как будто тебя кто-то заколдовал, расколдовать забыл. Ты что, на сеансе гипноза был? Что ты так говоришь? Ты к гадалкам ходила? Да, Миша, ты что, не знал? Я каждую неделю к ним хожу, как на работу. Да нет, конечно, Миш, ты же знаешь, что я считаю, что все в нашей жизни зависит только от нас самих. Знаешь, Маша, за все время, что мы вместе, сейчас было не смешно. Ой, ну и ладно, давай сейчас чайку попьешь, успокоишься и все будет хорошо, правда? Ой, Миш, извини, пожалуйста, это же была твоя любимая кружка. Да, Маш, бывает, не все можно контролировать сама в этой жизни. Когда мы на пике наших очень сильных эмоций, либо очень сильных, влюбленность, любовь, да, счастье, либо очень низких, то мы становимся достаточно внушаемыми. Состояние можно охарактеризовать как такую программку, которую в него заложили, которая вполне себе может привести к такому понятию, как самосбывающееся пророчество. Это когда человек себе что-то вбивает в голову, да, и он начинает бессознательно двигаться к этому, разрушая все, что было. С момента случайного пророчества прошел месяц. Ситуация постепенно обострялась и накалялась, и становилась все более напряженной. Повышение, которого Миша ждал последнее время, вдруг оказалось под вопросом. Путешествие в Рим, которое он запланировал на двоих с Машей, отменили из-за проблем с туроператором. Вдруг Михаил понял. Старушка оказалась права. Маша порченная. Миш, ты что, меня разлюбил? Нет, Маша, я тебя люблю. Почему так думаешь? Ну, ты как-то больше не реагируешь на мои шутки. Не гуляешь со мной гушей. Да и вообще, ты иногда спишь в зале на диване. Ты что, избегаешь меня? Нет, я просто работой завален. Я жалею, что ее взял. Ты на меня не обижаешься? Я все еще так переживаю, что разбила твою любимую кружку. Нет, Маш, ты что? Мне просто нужно многое обдумать и все взвесить. Даже боюсь представить, что ты там у себя в голове взвешиваешь. И какое в этих мыслях занимаю место я. Не обращай внимания. Давай не будем о грустном. Может, сходим в кино? О грустном? Знаешь, Миш, что-то у меня не то настроение. Давай в другой раз. Срабатывает наш базовый первичный страх. Он боится, что в его жизни начнет происходить что-то страшное, что-то негативное. Мужчинам сказать о своих страхах крайне сложно. Признаться, что только из разговора с какой-то бабушкой он начинает себя так вести и начинает прогнозировать себе негативное будущее. Поэтому замыкается, поэтому ничего не проговаривает. Возможно, он даже в какой-то степени сам не понимает, что с ним происходит, и не может перевести это в слова. Знаешь, Костян, может быть, ты реально был прав, но я поторопился. Что? Не прошло и пару месяцев, как ее начали мучить головные боли. Быстро она, однако. Нет, не знаю. На самом деле, все не так радужно стало оказаться, как в самом начале. Слушай, а я тебя предупреждал. Первый раз я еще год кое-как продержался. А со второй полгода не прожил. Все шкафы были шмотками забиты. А ей выйти не в чем. Я не знал, куда трусы засунуть. А из клуба? А из клубов знаешь, как я ее на себе таскал? Такая девушка, ты взюзил. Я пить так не могу. Но Маша не такая. Она умная, красивая. И дома мы не ругаемся. Но что-то у меня сломалось внутри, понимаешь? Так, это голос совести в тебе заговорил наконец. Пойдем-ка лучше в какой-нибудь кабачок. Расслабимся. Я угощаю. Расскажешь мне все подробнее. Расслабиться, расслаблюсь. Но рассказывать нечего, Костю. Когда возникает у него внутренний конфликт, он не понимает, что ему делать. Да, и это обычно вызывает большую степень напряжения. Это очень субъективно. Но если бы ко мне пришел мой друг и сказал, слушай, ты знаешь, у меня есть девушка, я очень ее люблю, но какая-то бабушка сказала мне, что с ней что-то не так. Я бы сказал, Вась, Коль, Петь, ты в своем уме? И поэтому здесь, возможно, человеку сложно признаться в том, что он начинает чего-то бояться, что не имеет какого-то отношения к реальности и боится признаться в этом своему другу, чтобы не упасть в его глазах, как какой-то авторитет. Вот. Спасибо. Ты что ли, Мишка? Да, я это за Федя. Салют. Слушай, Мишка, А может, ко мне, раз у тебя сегодня веселье. А то мне компании не хватает, а одному как-то. Какие проблемы? А что за праздник? Все здесь выросли. Совершеннолетний сын уже стал. Конец современного. Не праздник ли, а? Здравствуйте. Давай присядем. Что, сын, и что, сейчас перестанете помогать сыну? Нет, не перестану. Зато теперь с меня жена бывшая слезет. Достала уже. Вот где сидит. Дядя Федя, я все хотел спросить, а чем вам женщины так не уводили? Два. Чертовы два брака. И чтоб я еще раз туда. Да ни за что. Я человек свободный. Хочу на рыбалку. Хочу к друзьям. Хочу сплю днем. Хочу ем ночью. А с ними, с ними как в тюрьме. Ничего нельзя. Дядя Федя, я с таким не сталкивался. Я женщину уважаю. Машу люблю. Но и боюсь. Твоя что, не показывают еще как-то? Да не в этом проблема. Бабулька одна сказала, что она порченная. Не выходит из головы. А ты искал дома что-нибудь такое? Халдовское. Какое? Халдовское. Это что, похож на изгоняющего зябла? Сын, с таким не шутят. Одно дело ссоры, другое порча. Поищи дома. Ищи, посмотри. Такое в телевидении показывают. Что происходит с главным героем, на мой взгляд, это отсутствие каких-то четких, прочных, взрослых, сформированных установок, принципов убеждений. И когда человек не очень прочен вот в этих своих каких-то убеждениях и установках положительных, он, естественно, начинает прислушиваться к мнению других. То есть ему надо бесконечное количество подтверждений. А прав я, а не прав. А скажите мне, что, может быть, как-то будет по-другому. Порчу, заверсту, видно. На бедняжку кто-то порчу найдет. Все. Миш, слушай, ты не видел мою цепочку? Такую тоненькую, с кулончиком. С кулончиком, в которой непонятный рисунок внутри? Ну да, мне еще подруга подарила. Я бы так не переживала, если бы не это. Нет, не видел. Может, куда-то завалилось? Да я уже все уголки пересмотрела. Все перестелила, перетрясла. Черт, ну! Ты зачем о нем вспомнила? Да потому что я так больше не могу. Ты на меня странно смотришь, шутки мои не воспринимаешь. Вещи пропадают. И ведешься все в порядке. Как будто пассажир самолета, который боится разбиться. Все будет хорошо. Да не будет. Я так больше не могу. Когда поначалу все хорошо в отношениях, а потом начинает что-то происходить плохо, не только девушки, но и парни пытаются подумать, что причина в них. И он начинает копаться в себе, становиться еще более неуверенным. И это обычно рушит отношения. Девушка, если у нее все в порядке с самооценкой, она конкретно начнет спрашивать. Девушку, у которой некоторые могут быть вопросы с самооценкой, она может начать комплексовать и обижаться, самоустраняться и отношения, скорее всего, разрушиться. Дядя Федя, здравствуйте. Какая это тюнишка? Дядя Федя, я хочу попросить забыть все, что я тогда наговорил по пьяни. Это чушь. Сам не знаю, что на меня нашло. Я тут передачу обновил, а как порчу снять можно? Дядя Федя, я серьезно. Я и так себя полным идиотом чувствую. Поверил в бред сумасшедшей старухи. Мне и так перед Машей стынет. Я бы на твоем месте это так не оставлял, Миша. Все, жалею, что я тебе так заболтнул по пьяни, Миша. Слышишь? Забудь. Хорошо. Обещаю. Но не согласен я с тобой. Меня это не волнует. Но ты меня понял. Когда мы отказываемся от каких-то вот этих ложных убеждений, на основе собственного опыта, опыта других людей, может быть, прочитанных книг, мы вырастаем и мы вырабатываем какие-то свои правила, по которым мы будем жить, которые работают только в нашей жизни. И уже не склонны принимать чужие навязанные правила. Все мысли Маши последнее время поглощены вопросом. Что происходит с Мишей? Почему он закрылся? Девушка очень переживает за любимого и старается его понять. Но понять того, кто этого не желает, сложно. О, здравствуйте. Хотела у вас все спросить. Почему вы никогда со мной не здороваетесь? Вы же сосед Миши, дядя Федя, да? Да, а что? Ну вы как-то никогда со мной не здороваетесь. Все время прижимаетесь к стеночке, когда мы с гушей проходим. Я же я всегда на коротком поводке держу. Да и вообще она у меня добрячка. Вы что, собак боитесь? Собак я боюсь меньше, чем обычно людей. То есть вы боитесь меня? Я что, внушаю страх? Страх не страх, а перестраховываться всегда надо. Кстати, а что с вашей собачкой произошло? Да вот мы как-то гуляли поздно вечером и не увидели открытый люк. И она прямо в него упала. Представляете, спасла меня. Значит, собачка хорошая, но мне ее жаль. К доктору вам надо. К какому доктору? Почему? К такому необычному, который по приворотам-отворотам специалист. То есть? Обещала Мишу, но видимо придется помочь вам, девочка. Так для всех будет лучше и целее. Вон собачка даже пострадала. Девушка с адекватной самооценкой и с пониманием действительно того, какие отношения ей нужны, адекватная скорее посмеется над себя на этой ситуации и просто отойдет в сторонку. А зачем девушке безответственный парень, инфантильный, который верит какой-то бабушке, вместо того, чтобы самостоятельно принимать решения? Опять не отвечает. Я дурак, понимаешь? Просто слов нет. Да что не так с тобой? Бросила девушку, бывает. Да это не просто девчонка. Люблю ее. Сделала обидно, больно. Эта бабка наговорила, что моя Маша порчена и соседу все это разболтал. А ей, признаться, боялся. Она эту чушь от соседа узнала и ушла от меня. И что ты думаешь, сейчас сделаешь? Слушай, а может и к лучшему, что она ушла? Я себе простить не могу. Она здесь ни при чем. Хотя после ее ухода на работе все наладилось. Это странно. Слушай, а может бабку найдем? И чтоб она эту порчу сняла, раз она рентген такой. Я пытался по этой схеме. Неделю караулил и ничего. Может и нет уже этой бабки. Сама пройдет. Зачем судьбу дразнить-то? Да я жить без нее не могу, понимаешь? Постоянно о ней думаю. Везде ее вижу. Ну точно колдунь. Не смешно, Костян. Я должен все исправить. Каждый человек несет ответственность за свою жизнь. Так вот порча, проклятие, сглазы, не знаю, звезды, гороскопы, черные кошки, все что угодно, это про то, что кто-то свыше может взять ответственность за вашу жизнь. Нет, не может. Девушка, можно с вами познакомиться? Знаете, в последнее время мне как-то знакомство очень дорого обходится. Нет никакого желания. Можно мы пройдем? Маш, Машенька, прости меня с ласу и верного. Я не знаю, что она меня нашла. Такое впервые со мной. Знаешь, Миша, отношения предполагают диалог. Я к тебе со всей душой старалась разговаривать. Ты не стал, теперь я не хочу. Маш, Машенька, ну прости меня. Ты когда ушла, я понял, что без тебя не могу. Такое одиночество. Нет, как будто половину от меня оторвали. Я хожу по дому, ищу твои вещи, которые ты могла забыть. Может быть, звучит странно, но давай попробуем сначала. Как ты раньше людям доверял? Ты вообще кому-нибудь доверял? Как тебе, никому. Миш, ты думал, я не замечу, как ты от меня отстранился, закрылся? Я очень открытый был перед тобой, честно. А потом как ребенок испугался. Я не знаю, что на меня нашло. Но свой урок я получил. Прости меня. Миш, вставай. Сначала скажи, что ты меня прощаешь полностью и согласна вернуться. Хорошо, Миш, вставай, я тебя прощаю. Но я тебе предупреждаю, что если еще такое повторится, доверия к тебе больше не будет. А я без доверия не могу, понимаешь? Маша, родная моя, я тебя люблю. И я тебя глупый. Ну, понимаешь, мы же могли просто сесть и поговорить. Если молодой человек возьмется за свою голову, как-то поймет и вынесет уроки, опыт необходимый из этой ситуации, заставит его, если он по-настоящему любит девушку, заставит его начать меняться, понимать, что с ним происходит, почему с ним это происходит и что с этим совсем делать, и начнется это что-то делать, то здесь отношения будут скорее развиваться как в положительном смысле. Потому что когда действительно человек что-то любил, а потом он потерял это, он ценить это будет еще сильнее. О, привет, ребят. Привет. Привет, Костя. Знакомься, это моя Маша. Привет, Маша. Это что, тот самый Костя, который не верит в дружбу с девушкой? Приятно познакомиться. Да, им. А что с рукой, брата? Да ерунда, на самом деле, на велосипеде ехал, не заметил булыжник, навернулся. Небольшое растяжение, а жизнь буду. Да, это моя промашка. Погода нам хорошую наколдовала, а вот камни собрать забыла. Ну, ничего страшного, милая, в следующий раз лучше наколдую. Все, ребят, мне пора, я пойду. Пока. Пока. Да, Мишаня, девушка у тебя супер. Все при ней, как ты и говорил. Вот только опять у тебя есть траблы начались. Да расслабься ты, это у нас шутки такие. Рука – это обычный несчастный случай. Я во всякие порчи из глаза больше не верю. Я вот боюсь, чтобы эти случаи не участились. Знаешь что, если не успокоишься, пойдешь куда подальше. Все, все, понял. Но знай, я всегда рядом, всегда готов помочь другу. Особенно ослепшему от любви. Очень редко, когда в семьях складываются достойный пример отца, на которого сын может равняться. И они ищут опоры во внешнем мире. Они ищут на кого бы им опереться и как взрастить этот собственный стержень в себе. Но взрастить его можно только путем личностного роста. Случайные встречи способны как вознести нас до небес силой любви, так и повергнуть в пучину страха. Эмоции порой оказываются сильнее разума. Но если на помощь одному любящему сердцу приходит второе, возникает гармония, способная уберечь от любых необъяснимых потрясений.